Всем привет! Добрались мы наконец до разбиения дисков в Linux. Будем сегодня на примере Ubuntu смотреть, как делить жесткий диск на разделы, какие существуют для этого утилиты, и немножечко поговорим о Linux LVM. Это такой логический менеджер дисков, который позволяет нам более удобно работать с диском. Итак, LPIC, тема 102.1, разбиение жесткого диска. LPIC требует, чтобы мы могли работать с жесткими дисками, и в частности просит нас разобраться, какие у нас бывают файловые системы, что такое файл подкачки, раздел подкачки, куда он монтируется, и как вообще разбивать жесткий диск для установки Linux, ну или просто потом в процессе при добавлении диска. Нужно сказать, что особенно много такого полезного мы из этого занятия не извлечем, потому что да, мы научимся разбивать, форматировать, но это все-таки такое поверхностное занятие, которое просто позволит вам немножко разбираться в том, как разбиваются диски и для чего это нужно. Более такие важные с практической точки зрения, это, наверное, все-таки следующий экзамен от LPIC. Из предыдущих занятий вы, по идее, должны уже понимать то, что у нас есть корневая файловая система, в которой находятся определенные папки. Это стандартный набор папок, мы будем постепенно с ним разбираться. Сейчас поговорим о тех папках, которые могут быть смонтированы на отдельные разделы. Что это значит? Если мы видим в корневом разделе какую-то папку, не факт то, что эта папка находится на том же самом диске, что и соседние папки или даже сама корневая файловая система. Это могут быть отдельные жесткие диски или отдельные разделы жестких дисков, которые смонтированы в нашу корневую файловую систему. Как это сделать, мы сегодня разберемся. Пока поговорим, какие обычно папки ведут на разделы не того же самого диска, что и корневая файловая система и для чего это нужно. Значит, по идее, самый большой у нас раздел это сама корневая файловая система. Это корень, наш root. Следующий раздел, который чаще всего находится отдельно, это раздел boot, это загрузочный раздел. Это раздел обычно мегабайт на 100, и там хранится ядро. Можно, в принципе, оставить эту папку на корневом разделе, но если у нас большой жесткий диск, хотя бы, например, терабайтовый, то старые биосы могут его не увидеть при загрузке. Поэтому хороший тон – это всегда создавать для загрузочного раздела отдельный раздел на жестком диске, первый раздел, мегабайт на 50-100. Home – это домашние папки пользователей, такой аналог documents and settings в старых Windows или, допустим, cusers в новых Windows. Это папки, в которых хранятся все пользовательские папки пользователей. Его можно монтировать как сетевую папку, например, если у вас используются какие-нибудь перемещаемые профили. То есть, если один и тот же пользователь работает на нескольких компьютерах, и ему везде нужно, чтобы у него был одинаковый, скажем, рабочий стол, рабочая среда, то было бы правильным хранить его домашнюю папку где-то на сервере и просто примонтировать его домашние папки в каждом Linux, за которым он будет работать. Следующая папка, которая находится в корне, это папка root. Она является домашней папкой суперпользователей. Это очень важная папка, поэтому она, как правило, тоже хранится отдельно, на отдельном разделе. Мы это сейчас все в Ubuntu посмотрим. Папочка etc. Тут у нас находится конфигурация нашей системы и ее компонент. Тоже бывает, что она находится на отдельных дисковых разделах, чаще всего на серверах. Мы как бы сами определяем, конечно, как разбивать диски, но если мы при установке Linux ставим ему галочку, чтобы он сам разобрался и создал разделы, как он считает нужным, разные дистрибутивы Linux будут по-разному разбивать диск. Папочка opt. Тут находится у нас программное обеспечение третьих поставщиков. Некоторые серверные дистрибутивы тоже хранят ее на отдельных разделах. Папочка var. Тут у нас хранятся все часто изменяющиеся данные, например, логи или какие-нибудь программные данные. Может быть, имеет смысл использовать для вот этой вот папки быстрые диски, например, ssd, потому что к ним будет идти, например, часто обращение какого-то определенного программного обеспечения. Тут зависит от того, для чего вы, собственно, настраиваете текущий Linux. Папочка user. Тут находятся user все установленные пакеты программ. Документация и исходный код ядра. Она вообще чаще всего смонтирована в режиме только чтения и, в принципе, может быть расположена на каком-нибудь медленном, дохлом или даже сетевом диске. Папочка temp тут для временных файлов тоже не обязательно использовать для этого корневую файловую систему, а создать отдельный диск какой-нибудь и там хранить все временные файлы. И сразу нужно поговорить о том, что есть у нас такой раздел, как раздел подкачки, swap. Если Windows у нас использует файлы подкачки, вы знаете, такой файлик pagefile.sys, то Linux у нас чаще всего использует раздел подкачки. Он тоже может использовать файлы подкачки, но он чаще всего использует раздел подкачки. Этот раздел никуда в нашу файловую систему не монтируется, он просто есть отдельно. Мы его тоже можем увидеть на нашей Ubuntu. Давайте сейчас и посмотрим. Вот мы и оказались в нашей родной Ubuntu. Посмотрим нашу корневую файловую систему. Напоминаю, это у нас слэш такой. И через лист мы можем посмотреть все эти папки, о которых мы говорили. boot, etc, temp, root, sbin, prod, var, user и так далее. Вот они. Для того, чтобы посмотреть, что куда смонтировано, нам нужно посмотреть специальный конфигурационный файл. Нам до него доходить рано, пока просто вот вам корневая файловая система. Сейчас попробуем мы с вами добавить жесткий диск. Я сейчас добавлю жесткий диск сюда виртуальный, перезагружу Ubuntu и будем разбираться с разделами. Вообще, чтобы говорить о разделах и вообще о разбиении жесткого диска, нужно иметь хоть какие-то знания, такие фоновые, о вообще том, что такое жесткие диски, какие бывают разделы, какие бывают файловые системы и так далее. Это все не является темой нашего сегодняшнего урока, иначе он будет у нас растянут на час. Так что поговорим об основных вещах. Значит, жесткий диск это такое единое пространство, которое мы можем разбить на несколько частей. Изначально у нас, в принципе, компьютеры видели не больше четырех разделов, считалось то, что им достаточно этого, поэтому у нас сейчас по умолчанию жесткий диск может быть изначально разбит не больше, чем на четыре основных раздела. Если нам все-таки нужно иметь больше разделов, тогда нам нужно создать раздел расширенный. И этот расширенный раздел в себе будет уже содержать логические разделы, которых может быть уже у нас больше, чем четыре, само собой. В принципе, ничего не запрещает нам сделать на одном жестком диске три основных раздела, один расширенный и, может быть, даже несколько расширенных. Но тогда большинство Linux-дистрибутивов и Windows не увидят вторые расширенные разделы. Поэтому считается то, что мы можем создать три основных раздела и один расширенный, а внутри расширенных уже сколько угодно. Основной он у нас Primary, расширенный он у нас Extended. Разделы, которые создаются внутри расширенного, это логические разделы, но тут Logical, они понятны. Жесткие диски раньше у нас в Linux-е назывались HD0, HD1, Hard Drive 0, Hard Drive 1 и так далее. То есть жесткие диски у нас нумерация начиналась с нуля. Не помню, с какой версии ядра жесткие диски стали называться буками. SDA, SDB, SDC и так далее. И USB-устройство идентифицируется также у нас как жесткие диски. Разделы у нас нумеруются по порядку. SDA1, SD2, SD3 и так далее. То есть название у нас состоит из винчестера, цифры номера раздела после него. Но тут есть некоторые особенности, ее можно увидеть из картинки. Значит, первые четыре цифры у нас зарезервированы для основных разделов. То есть SDA1 по SDA4 у нас могут быть только основные разделы. И в Linux-экзаменах на эту тему есть очень много вопросов. Можно попасться. Значит, у нас первые четыре цифры зарезервированы для основных разделов. Поэтому нумерация логических разделов, то есть те разделы, которые у нас находятся внутри расширенных, всегда начинается с пятерки. То есть в данном случае мы видим то, что у нас SDA1 это основной раздел, SDA2 это расширенный, SDA3 основной, а логически начинаются с 5, 6 и так далее. То есть четверка в данном у нас в примере пропущена, потому что у нас нет четвертого основного раздела. И сейчас мы будем с вами на практике с этим всем возиться. Единственная утилита, которой мы будем пользоваться, F-Disk. Это такая одна из основных утилит, которые есть во всех дистрибутивах Linux для разбиения жесткого диска. Есть еще несколько, но F-Disk такая самая основная, самая любимая. И экзамены LP как раз относятся именно к ней. Ну и заодно немножечко поговорим по утилите MKFS, Make File System. То есть утилита создания файловой системы. О файловых системах будет позднее у нас занятие, но мы просто, чтобы как-то иметь законченную информацию в голове, ей тоже воспользуемся. Сейчас пойдем с вами на наш живой компьютер, на Ubuntu. Сделайте себе принтскрин на всякий случай. Мы сейчас на нашей Ubuntu будем пробовать моделировать вот эту вот картинку. Создадим разделы как на картинке. Итак, вот на Ubuntu. Давайте я с прошлого раза очищу экран. Еще раз говорю, я добавил сюда еще один виртуальный жесткий диск. Тем самым у нас есть виртуальный жесткий диск. Первый это SDA и второй пустой SDB. Значит, мы можем посмотреть существующие диски командой FDisk-L, то есть List. И она нам покажет диски и разделы. Значит, мы изначально видим то, что у нас есть устройство такое SDA на 21 гиг. Изначально. И на нем есть три раздела. SDA1, SDA2 и SDA5. Причем мы видим то, что SDA1 это загрузочный раздел, это крошечный раздел, который используется для загрузки. А остальное пространство диска у нас условно разбито на два раздела. Но это один расширенный раздел. И вы можете увидеть по началу и по концу его, то что он в принципе практически совпадает с разделом пятым. То есть у нас есть расширенный раздел, а в нем уже Linux LVM разделы, но о них мы поговорим ближе к концу занятия. То есть на SDA1 мы просто сейчас поглядели, посмотрели, что это такое. Можем сразу, когда мы говорим о команде FDisk-L, посмотреть, какие у нас есть LVM и какие у нас есть логические тома. Просто сразу заглянем сюда. Вот он нам показывает, что у нас есть отдельно смонтированная корневая файловая система. Вот этот вот VGRoot. Это раздел для корневой файловой системы. И отдельно есть раздел для файла подкачки. Вот он. Но сейчас мы когда пойдем смотреть LVM, нам будет это намного нагляднее видно. Просто если вдруг у вас возникли вопросы, мы сейчас их с вами сразу разрешили. Мы будем работать сейчас вот с этим диском DWSDB, который всего у нас на 9 гигов. На нем нет ни одного раздела, иначе они были бы указаны как DWSDA. Вот в таком вот порядке. Давайте мы с ним начнем работать. Чтобы с ним работать, нужно его указать. Так как у нас Linux очень интересно работает со всеми устройствами, даже с жесткими дисками, то мы указываем жесткий диск как определенный файлик. Это файлик, который живет в папке DEV, DEVICE, устройство, файлик SDB. И начинаем с ним работать. Мы можем нажать M и посмотреть все возможные ключи, с которыми работает команда FDISK. Видите, можно делать все, что угодно. Добавлять разделы, удалять разделы, указывать их ID-шники, помечать разделы как загрузочные и так далее. Огромное количество функций. В пределах данного занятия нам нужно очень мало ключей. Для начала мы с вами создадим новый раздел. New N. Поэтому набираем. Спрашивает, какой это будет у нас раздел. Вспоминаем картинку. У нас был первый какой-то primary раздел. Указываем. Primary раздел у нас будет. Прекрасно. Он спрашивает, какой у него номер. По умолчанию оставляем единичку. Спрашивает, где он начнется. Пусть начнется здесь. Нас полностью устраивает. И мы можем указать. Вы видите сектор, но мы все-таки люди. И мы не понимаем, где у нас этот сектор будет находиться, какой будет раздел. Поэтому мы можем просто написать плюс, допустим, 2GB. И G и B большой буквы пишем. Тогда этот раздел будет разделом размером в 2 гигабайта. Прекрасно сделали. Давайте создадим следующий раздел. New раздел. Он у нас будет расширенным. Вспоминаем по картинке. Прекрасно. Расширенный. По умолчанию двоечка. Первый сектор у него будет, ну где-то у нас по умолчанию, вы видите, это после 2 гигабайт, занятых первым разделом. Он нас устраивает. Давайте сделаем его размером, не знаю, сколько у нас там было, 8 гигов. Давайте сделаем 4 гига его. 4 гб. Вы видите, мы можем указывать огромное количество ключей в килобайтах, в мегабайтах, в чем угодно. 4 гигабайта сделали. И последний основной раздел давайте создадим. Опять же, Primary. И вы видите, он у нас уже не предлагает нам создавать расширенные разделы, как предлагал только что, потому что мы уже создали расширенные. Зато теперь он предлагает нам создавать логические разделы. И даже нам такой молодец подсказывать, что у логических разделов нумерации будет начинаться с 5. И эти логические будут создаваться внутри того расширенного, которое мы создали на предыдущем этапе. То есть поглядывайте на картинку. Я сейчас создаю последний раздел Primary. Значит, мы выбрали Primary. Ну, по умолчанию он стоит прекрасно. Номер у него будет тройка. Первый сектор, где он хочет. Последний сектор, где он хочет. Пусть спокойненько на весь диск его сделает. Все это мы сделали. И можем записать изменения. W, write, write, записать изменения. И теперь команды fdisk-l снова смотрим. И видим то, что у нас на нашем устройстве devsdb появилось три раздела. Два линуксовых и один расширенный. Давайте теперь уже в расширенных, чтобы было у нас идеально прямо по картинке, создадим тоже парочку разделов. Опять же, fdisk-fdb. Новый раздел. Логический. По умолчанию пятый раздел. Да, прекрасно. Первый сектор пусть будет где хочет. Давайте сделаем мы его на один, скажем, gig. Прекрасно. И еще раз создадим новый раздел. Еще один логический. Туда же его запихаем. И начало и конец пусть выберет по умолчанию. Записать изменения. Снова fdisk-l. И видим, что у нас появились разделы sdb5 и sdb6, которые находятся у нас на нашем расширенном разделе. То есть сейчас у нас полностью идентично наше разбиение картинки. За исключением того, что на картинке у нас sda диск, а здесь диск sdb. И немножко дальше давайте глянем, хотя не просят этого lpik, но тема подразумевает. Значит, вы видите, у нас здесь указано уже вам понятно начало, начальные секторы, конечные секторы. Количество блоков вам не нужно знать. Есть у нас такое id. Это id просто метка этого раздела. То есть этим разделом все равно пока нельзя пользоваться. Его нужно сначала отформатировать. Давайте для начала разберемся, как эти id менять. Мы можем точно так же забраться опять в наш диск и указать теперь айдишники. Для этого используется ключ t. И он спрашивает, какой раздел будем менять. ID какого раздела будем менять. Давайте для первого нашего раздела поменяем его айдишник. И вы видите, есть некоторое количество 16-ти ричных кодов для каждого раздела. Если мы нажимаем l, мы их все видим. То есть у нас по умолчанию везде там стоял 83, то есть Linux. Мы можем указать, что этот раздел будет, например, FAT16. У нас есть все что угодно. Все метки, какие могут быть, у нас здесь указаны. Я пытаюсь найти виндовый NTFS. Сейчас я не помню на память, какой у него ID. И не вижу. Ну, бог с ним, он точно здесь должен быть. Давайте укажем, например, что у нас будет раздел... Вот он, NTFS 86. 86 у нас будет первый раздел. Прекрасно. И давайте для второго раздела укажем... Для второго, для третьего, тот, который у нас в конце диска сейчас раздел. Ну, что-нибудь такое интересное, чтобы увидеть в нашем FDisk-L его. Ну, давайте пометим его, как, например, FreeBSD A5. Раздел у нас третий. Я хочу с третьим разделом поработать. И хочу, чтобы он был A5. Записываю изменения. И снова просматриваю, что у меня там на диске происходит. И вы видите то, что у меня этот поменялся на NTFS, а этот раздел поменялся на FreeBSD. То есть вот так вот через ID-шники мы можем менять разделы. И сразу уже скажу, значит, пользоваться до сих пор этими разделами нельзя. Их нужно сначала отформатировать. Для того, чтобы отформатировать, у нас используются утилиты, вспоминаемые слайда, M-K-F-S. И в зависимости от того, что вы укажете после точки, он и будет указывать как формат, ну, как файловую систему. То есть если я укажу M-K-F-S EXT-4, он отформатирует раздел, который я сейчас укажу. Например, у меня раздел, какой там Linux-овый есть, S-D-B-5. Как EXT-4. Можем точно так же, как NTFS, как RazerFS, как все, что угодно, форматировать другие разделы. Вот так вот. Немножечко поговорим, давайте еще о разделе подкачки. Работать с ним еще нам рановато. Это уже такое продвинутое администрирование. Но суть в том, что для работы с разделом подкачки используется команда SwapOn. Через SwapOn мы можем изменять текущий раздел подкачки, добавлять разделы подкачки, через SwapOn выключать эти разделы подкачки. И есть как M-K-F-S такая же утилита M-K-Swap. Сделать Swap. Это утилита, которая, собственно, форматирует раздел как раздел подкачки или создает файл подкачки. Но говорю, это немножко так сложно и нам сейчас не подходит. И сразу у нас на слайдике есть конфигурационный файл, в котором указано, как именно что у нас монтируется. Мы сейчас с вами на практике попробуем смонтировать вручную некоторые разделы. Но если мы хотим, чтобы после перезагрузки у нас автоматически монтировались определенные разделы в определенные точки файловой системы, нам нужно с вами редактировать файл etc.fs.tab. Что именно и как именно это делать, опять же, знать рановато. Просто нужно знать о его существовании. Итак, по Swap мы можем посмотреть текущие наши разделы подкачки команды SwapOn-S. И видим, что у нас есть один раздел, тот самый, который я вам показывал в самом начале. Это логический раздел через LVM он у нас. Это раздел Swap. Если мы хотим с вами добавить новый Swap-раздел, нам нужно через FDisk точно так же создать раздел, указать ему не Linux, не NTFS, ничего подобного, а именно раздел Swap-овский. Давайте один раз я вам покажу его. Где там у нас FDisk, SDB, какой-то мы там раздел не пробовали, не помню. Давайте любой возьмем сейчас, первый, например. И вот он у нас, Linux Swap. У него 16-ти ричный код 82. То есть мы создаем ID 82 и будем знать, что этот раздел у нас используется для файла подкачки. После чего набором команд нам нужно отформатировать, премонтировать и включить этот раздел подкачки. Нам это знать с вами еще рано, поэтому я нажал Ctrl-C. Давайте сразу еще глянем в файл наш ETC FSTAB. Команда Cut, напоминаю, выводит нам в консоль его содержимое. И тут у нас написано, собственно, как, что, куда монтируется. В частности, мы видим то, что вот этот раздел у нас монтируется в корень. Вот он, корень, собственно. Имеет он файловую систему EXT4. И есть еще вот эти вот параметры, о которых знать рано. И есть у нас отдельный загрузочный раздел. Этот загрузочный раздел указан уже не по имени, а по айдишнику. Эти айдишники можно узнать командой, вот она, BLKIT. Для каждого раздела есть такие айдишники. Но нам как бы рановато еще этим заниматься. В общем, у нас есть отдельный раздел. И он у нас смонтирован в корневую файловую систему в папочку BOOT. Вы видите. Что тут можно еще посмотреть? Ну и, собственно, у нас есть SWAP раздел, который тоже смонтирован. У нас есть, вот вы видите, путь к этому разделу. Как точка монтирования здесь был указан корень. Здесь была у нас указана папка BOOT. Здесь указан NONE. То есть он никуда не смонтирован. И имеет файловую систему SWAP. То есть используется для подкачки. Напомню, давайте, что-то как-то я вам сразу не напомнил. То, что раздел подкачки, как и файл подкачки, это место на жестком диске, которое используется в качестве, так скажем, оперативной памяти. То есть если не хватает оперативной памяти, у нас компьютер может пользоваться вот этим разделом подкачки, его использовать как оперативку. Давайте с вами, наверное, смонтируем сейчас что-нибудь. Мы находимся с вами в корне. В корне у нас есть вот такие папочки. Давайте создадим любую папку какую-нибудь. То есть папка у нас создается командой mkdir, make directory, создать директорию. Давайте ее назовем. Вот у меня есть уже папка test, это я создал ее сам, видимо, когда-то в процессе уроков. Назовем ее mounted, например. Вот так вот. У нас есть папка mounted для смонтированных устройств уже. Но мы создадим папку mounted. И мы можем в нее смонтировать все, что угодно. Например, мы можем в нее смонтировать наш раздел. Какие у нас там есть разделы? У нас есть раздел sd5. Я его, по-моему, форматировал уже как Linux. Вот этот раздел мы можем смонтировать в эту папку. Для того, чтобы что-то смонтировать в эту папку, мы пишем mount, команда, монтировать. Что монтируем? dev sdb5 в папку mounted. Вот эта команда монтирует устройство в файловую систему в определенную папку. Прекрасно смонтировали. Если мы хотим отмонтировать, мы, соответственно, пишем you mount. Не unmount, а вот you mount. Вот так использует Linux. Например, mounted. И отмонтируем ее. Вот у нас, собственно, этот том на 1 гигабайт, который мы примонтировали и отмонтировали. График у нас просто немножечко подтупливает. Так монтируется у нас, в общем-то, на живую. Но после перезагрузки у нас все отмонтируется автоматом. Если мы хотим, чтобы он смонтировался на постоянной основе, нам нужен с вами файл etc.fstab, и мы сюда дописываем. Синдексы с этого файла вам пока знать рановато. Вот мы с вами и добрались до LVM. Очень важная часть нашего занятия. LVM, Linux Volume Manager, это у нас система управления томами для Linux. Она позволяет нам создать поверх физических разделов, или даже целиком жестких дисков, логические разделы, точнее даже не разделы, а тома, которые будут видны нашей операционной системе, как обычные блочные устройства с данными. Куча преимуществ. В первую очередь мы можем в одну группу логических домов добавить абсолютно разное количество физических жестких дисков. И второй плюс, мы можем легко менять размеры этих разделов прямо во время работы. В данном случае у нас на картинке есть три жестких диска, вы уже должны понимать синдексы с SDA, SDB и SDC. На каждом есть определенное количество разделов. И вы видите то, что мы можем создать из, скажем, одного раздела первого диска, одного раздела последнего диска и полностью второго диска, единую группу томов. Virtual Group 1, которая будет видеть разделы как свои физические тома, после чего они все объединяются в группу томов. А внутри этой группы томов мы можем создавать логические тома, вообще не указывая, где они находятся. И они сами распределятся между дисками, вот таким вот образом. И, соответственно, на каждом логическом томе будет какая-то файловая система. Справа сверху стоящий на торце цилиндр, это просто неразмеченное пространство. Я так указал, не знал, что там написать. Просто вот мы оставили на Virtual Group свободное место под перспективу роста с вами логических томов. У меня здесь немножко путаница в переводе, небольшая, но несущественная. Значит, у нас LVM использует логические разделы, а не партиции. То есть у нас диски используют понятие partition, что, в принципе, тоже на русский язык переводится как разделы. Но суть в том, что партиция не может быть распределена на несколько дисков. Мы можем диск разбить на партиции, на, так скажем, разделы. Поэтому у меня так и называется. А логический том у нас может находиться одновременно на нескольких дисках. То есть все диски могут быть разбиты на группу логических томов. Есть определенные понятия, которые я в слайд не стал включать, просто вам их озвучу. Значит, есть понятие физический носитель, это наш жесткий диск. Есть понятие физический том или PV, physical volume, это носитель с информацией, который понимает LVM. Есть физическое пространство, physical extent, это блоки дискового пространства. Группы томов, volume groups, это набор физических пространств, таких пи-шек. И логический том, как результат разбиения вот этой группы томов, volume group. Есть несколько команд, которые нам позволяют просмотреть всю эту информацию и поизменять. Опять же, глубоко погружаться не будем. Вам просто нужно знать о том, что это такое и иметь возможность какие-то базовые действия сделать. Идем на Ubuntu. Итак, первая команда, которую мы посмотрим, это посмотрим мы PV-шки. Наши physical volume, PV-display. Display неправильно написал, простите. Display. И видим, что у нас есть несколько физических томов. У нас есть SDB1, некий физический том. И есть некая volume группа, и на ней тоже что-то есть. Это он видит наши разделы, которые есть у нас на первом диске. Все остальные у нас не имеют файловой системы. Я же только один раздел отформатировал, и поэтому он видит только у нас SDB1. Остальные разделы у меня просто есть и отметены айдишками, но на них нет файловой системы, поэтому, собственно, у нас PV-display их не видит. Следующая команда VG-display. Показать volume группу. И он нам показывает, что у него есть все-таки volume группа. Она называется volume групп 1. Вот она. Это та, которая на диске SDA. И так она и называется. Ubuntu Volume Group. Мы можем посмотреть, какие логические тома есть у нас в системе LV-display. Logical Volumes Display. И видим, что у нас есть, собственно, наш Logical Volume 1, который называется ROOP. И один, который называется SWAP. Вот они наши логические тома. Он все это показывает. LV1, LV2. Это все существующие наши. Чтобы понять, как это работает, давайте, наверное, все-таки создадим на нашем жестком диске, который мы в прошлый раз разбили согласно картинке, наши LVM. Вот такие же тома. Для этого, значит, мы возьмем наш жесткий диск. Где в SDB. И поудаляем с него все разделы. Delete. Первый раздел. Delete. Второй раздел. Delete. Третий раздел уже выбран по умолчанию. Так как у нас логические находились на расширенном разделе, они тоже удалятся вместе со вторым разделом. Нажимаю W. Записать изменения. Ругается то, что у нас ресурс занят. Но это потому, что у нас все-таки вот этот том смонтирован в системе. До сих пор мы еще ни разу не перезагружались. Давайте перезагрузимся, чтобы у нас эти изменения применились. И продолжим работать с LVM. Итак, перезагрузка прошла на ура. Команда FDisk-L нам показывает то, что у нас есть пустой диск SDB. И нет на нем никаких разделов. Давайте их создадим. FDisk. DVSDB. И создадим буквально пару разделов. Основной раздел. Первый. Первый сектор по умолчанию. Размер сделаем гиган на 4. И еще один раздел создадим. Новый раздел. Primary. Номер у него по умолчанию второй. Первый и последний сектор на его высмотрение. Прежде чем записывать изменения, давайте сразу укажем тип, а идея этого раздела. Для первого и для второго раздела нам нужно указать с вами формат Linux LVM. Вот он, 8i. Его и указываем. 8i. Для первого раздела. 8i для второго раздела. Выводим, что у нас получается. Табличку. Да, прекрасно. У нас есть два раздела, отформатированные, но еще пока не отформатированные. С ID Linux LVM. Записываем изменения. Прекрасно. Давайте создадим из этих разделов теперь PV-шки. Physical Volumes. Которые уже будет видеть LVM. PV Create. DVSDB1. Прошу прощения, сбойнул у меня снимок. Пришлось откатить систему и догнать вас сейчас на другом диске. Но процесс не изменился. Просто я без вас выполнил команду PV Create. Команда PV Create создает нам физический том, который будет виден в LVM. То есть, вы видите, он создал из нашего раздела жесткого диска SDB1 Physical Volume. То же самое делаем со вторым разделом. SDB2. PV-шки у нас созданы. Теперь нам нужно создать группу томов, чтобы у нас появилась какая-то виртуальная группа. Пишем Virtual Group Create. Имя виртуальной группы. Как мы ее назовем? Давайте пусть будет, не знаю, Virtual Group. Свои фамилии я назову. Dev SDB1 и Dev SDB2. То есть, у них имена остались те же. Мы обращаемся к ним также, но уже не как к партициям, а как к физическим томам. Создали Volume Groupу. Прекрасно. Теперь мы можем создать в этой Volume Groupе парочку логических томов. LV Create. Logical Volume Create. Ключ минус N. Новый. Logical Volume, скажем, 1. С размером... У нас там сколько было? По 4 гигабайта. Давайте на 2 и на 3 создадим, например. 2 гигабайта. Здесь, по-моему, уже указано просто G без B. В Virtual Groupе нашей... Блин, зря я так назвал. Долго набирать. Создали первый и создадим, давайте, второй. Еще гигабайт, скажем, на 3. Создали. Теперь у нас есть новые блочные устройства LV1 и LV2. Давайте просто на них глянем. Ну, через тот же, например, FDisk-L. Мы видим то, что у нас есть SDB1, SDB2. Какие-то Linux LVM. У нас на них... О, я вот здесь ошибся, указал. Ему ID-шник не тот. То есть, как бы это никак не влияет. Это просто ID для FDisk. Но 8i надо было тоже написать для порядка. И вот они у нас LV1, LV2. И там и там отсутствует верная таблица раздела, потому что у нас они никак не форматированы. Мы можем их отформатировать так же, как и обычно. MakeFileSystem. EXT4, как мы это делали раньше. Только у них теперь по-другому указан путь. Это не DEV, SDB2 и SDB1 это DEV. VolumeGroupа наша родная. И LogicalVolume1. Сделали. И точно так же мы можем второй раздел, например, отформатировать. И теперь, что интересно, мы сейчас это на практике делать не будем, чтобы не заморачиваться. Это нам наш красивый проводник показал, что нас добавили бионовых томов. Но мы можем легко добавлять и удалять тома из этой физической группы. То есть, мы сейчас можем запросто, например, освободить, добавить новый жесткий диск. Освободить существующий жесткий диск от этих разделов и перекинуть, допустим, их на новый жесткий диск. Мы можем добавить жесткий диск в эту группу томов и на него увеличить размеры наших логических томов. Так как я сейчас создал на нашем 8-ми гиговом жестком диске два раздела по 4 гига, и на них расположил всего лишь два LogicalVolume, насколько я помню, по 2 гигабайта. Далеко крутить. Да, на 2 и на 3 гигабайта. Я могу легко изменить их размеры сейчас, так как место нам позволяет. Для того, чтобы менять разделы, команда LV Resize. То есть, изменить раздел логического тома. Скажем, мой второй том, я сейчас изменю, он был 3 гигабайта, я хочу, чтобы он стал 4 гигабайта. И говорю, какой том? Virtual Group моя. Том второй. И видите, он вообще без разговоров легко увеличил нам, собственно, размер этого тома. По идее, на этом томе нужно еще и файловую систему теперь увеличить. Для этого, опять же, используется у нас команда Resize. Resize файловой системы. И он ее увеличивает. Но сейчас нам это знать не нужно. Я вам просто показал для примера, что можно легко менять размеры логических томов, как увеличивать, так и уменьшать прямо на живую. Ну и сразу, пока мы об этом говорим, одна из важнейших особенностей LVM-а это поддержка механизма снэпшотов, то есть, снимков состояния. Они позволяют делать нам мгновенный снимок состояния логического тома, использовать его в дальнейшем для работы с данными. То есть, для программ резервного копирования это незаменимое преимущество LVM-а. По LVM-у вообще есть очень хороший мануал, я вам брошу на него ссылку. Давайте, наверное, на этом занятие закончим. Титанический труд мы с вами совершили. Мы поговорили о разделах, о томах, о logical volume менеджере, о том, как менять разделы при помощи F-диска, немножко о файловых системах, немножко по ID. Давайте, наверное, на этом это занятие закончим. Сайт я себе наконец-таки сделал. Можете заходить и скачивать дополнительные материалы, все команды, которые я набирал. Может быть, я даже разойдусь и домашние задания туда вам выкладываю, чтобы мы могли дома потренироваться. В общем, спасибо, что смотрели. Занятие получилось большое. На полчаса закругляемся.